СНТ «Заречная» существует с 3 января 2003 года и по сей день насчитывает почти 1300 обрабатываемых участков. Зимой здесь постоянно проживают 8 семей, а к лету дача превращается в небольшой поселок с населением в 500 человек. Для проживания в любое время года есть все условия – электричество, два магазина, регулярное транспортное сообщение. А если понадобится что-то еще, можно легко добраться до соседних чердаклов. Во-первых, сюда очень легко приехать в зимнее время. Муж, потому что работает, он не всегда нас может привезти. А у нас здесь вот теплица, мы зимой кидаем туда снег. Мы в любое время можем приехать. Дороги здесь чистятся. У нас с основной дороги мы заходим. Свет всегда здесь есть. Магазин всегда здесь у нас зимой работает. Люди хотят заниматься садоводством. Садоводство сейчас очень помолодело. Есть, так скажем, старое население, но очень много молодых, которые, так скажем, приветствуются, расширяются. Если покупают один участок, тут же покупают где-то поблизости второй участок. Мы очень даже рады этому. Председатель СНТ Заречной Наталья Попова занимает эту должность недавно, но уже сделала многое. В этом году проложили центральную дорогу, въезд в СНТ. Купили дробильно-рубильную машину, чтобы уменьшить количество вывозимого мусора. И, по словам Натальи Поповой, с мая по июль размер вывоза мусора упал на 10-15%. А значит, и платить за услугу нужно меньше. Экономия. Получают они поддержку и со стороны областного правительства. Мы получали субсидию на объездную дорогу. Мы делали дорогу совместно с СНТ Степное, чтобы запустить автобусы и улучшить, так скажем, доставку садоводов в СНТ, ну и, соответственно, в обратную сторону. Вот. Была субсидия выплачена 50% от стоимости дороги, это полтора миллиона. На следующий год садоводы планируют пробурить скважину, чтобы пользоваться чистой питьевой водой. В областной администрации поддерживают прогрессивное начинание. Мария Новичкова, Юрий Тимонин, репортер 73.